В массовом сознании школьный учитель это, как правило, дама в очках и с указкой. А если и мужчины, то исключительно трудовик и физрук. Считается, что мужчины не будут учить детей и тем более не полюбят свою профессию, как это делают женщины. На деле же все обстоит совсем иначе. Во-первых, в Югре довольно большое количество учителей-предметников это как раз мужчины. Во-вторых, интересен путь, каким они пришли в профессию. Об этом наш следующий сюжет. Хорошо, молодец. Не спешишь, не буду. До четвертого класса Даша не могла самостоятельно ходить. Только за руку со взрослым. Сейчас даже задом наперед умеет. Кроме того, девочка почти не могла общаться со сверстниками из-за чрезмерной скромности. Сейчас все изменилось кардинально. Во многом благодаря урокам адаптивной физкультуры, которые ведет Радимир Машьянов. Он уже 11-й год преподает физкультуру именно детям с ограниченными возможностями здоровья. Впрочем, на самом деле, на своих уроках он дает им почувствовать как раз безграничность их возможностей. Хорошо, молодец, молодец. Хорошо, хорошо, победят, победят, победят. Радимир рассказывает, осознание, что называется призвание, пришло не сразу. Только на последнем курсе во время практики в коррекционном центре он понял, что может для детей-инвалидов сделать многое. Причиной понимания стали занятия с трехлетним обездвиженным мальчиком. Радимир попробовал с помощью специальных методики тренажеров научить ребенка двигаться. И у него получилось. Такие дети должны работать над собой, должны совершенствоваться. У них несколько меньше возможностей, чем у других. Но желания заниматься у них значительно больше. Потому что вот эта недоступность ко всему, что на них есть, у них наиболее, скажем так, жизнелюбие, скажем так, развито сильнее. Они более целеустремленны в своих поступках, в своих действиях. Песня друзей на уроке музыки – разминка перед более серьезной темой. А тема сегодняшнего урока – романс. В данном случае написаны на стихи великого русского поэта Пушкина не менее великим русским композитором Глинкой. Макар, изучите пару, хотя бы четыре стиши. Я помню чудное удовольствие, когда вы появились. Темой для изучения романс стал неспроста. Сейчас уроки музыки в школах перестали быть просто пением, как это было раньше. Музыку изучают в синтезе с литературой, изобразительным искусством и актерским мастерством. По образованию педагог Дмитрий Решетников сначала 10 лет трудовой жизни отдал театру и только тогда увидел в себе потребность делиться с новым поколением своими знаниями. Поэтому пришел в школу учить детей воспринимать искусство. Объединение разных видов искусств здесь, конечно, идет. Почему? Очень долгое время, когда появился вообще сам предмет музыки, многие считали, что сходят, споют, попоют, ну и хорошо, расслабятся, отдохнут от других предметов. На самом деле у нас учебник, он рассказывает немножко о другом. Он как раз-таки рассказывает о синтезе, о соединении разных видов искусств, насколько эти виды искусств, соединяясь, создают еще новые какие-то жанры, какие-то новые направления. Как бы вы не хотели мне сказать, что вы хотите посмотреть тексты, прочитать содержание, нет, в первую очередь вы всегда смотрите на изображение. А это внеурочное занятие по новым медиа для старших классов. Ведет его молодой учитель, который не намного старше своих учеников, а значит, говорит с ними на одном языке. Константин Суровикин, выходец из педагогической семьи, свой выбор стать педагогом сделал осознанно. Впрочем, за те полтора месяца, что работает в школе, о выборе не пожалел. И сейчас нескрываемым удовольствием просвещает подростков в темах, которые волнуют и их, и его самого. Чувствую в себе больше желания именно конкретного взаимодействия с детьми в какой-то творческой деятельности. Не просто в масштабе классно-урочной системы, а в масштабе какой-то более глубокой, более заинтересующей их творческой деятельности. Так что стереотипы о гендерной принадлежности учителей не получают никакого подтверждения. Все же главным остается любовь к работе и стремление передать детям что-то хорошее. Павел Жутов, Владимир Дадыка, Юрий Гурьев. Специально для программы «Больше чем новости» из Ханты-Мансийска.